Добро пожаловать в другие итоги дня Что вы имеете на счет второго дня, самые яркие впечатления, какая команда вас сегодня, по крайней мере, удивила? Я начну с СКТ. Очень приятно видеть, что действующие чемпионы мира приезжают в такой хорошей форме. Да, по одной игре, но уже по одной игре было видно, что Фейкер готов побеждать. Фейкер разозлился, что его поставили в топ-2. И я думаю, что СКТ покажет, что они хотят еще раз выиграть этот титул очень даже сильно. Что еще понравилось? Разочаровывают немного Сплайс, наши европейцы, потому что как-то я в них, я вчера говорил, что я в них довольно сильно верю, потому что они команда, которая никогда не отвечалась, сильно механическим скиллом, и они как-то выходили за счет своей коммуникации. Опять куча ошибок, опять как-то все не так. Европа получила первую победу только из-за вайлд карта. В общем, с Европой все очень туго. Ну, СКТ порадовались, Сплайс разочаровали. С учетом того, что СКТ играли против Cloud9, Cloud9 почему-то борьбы вообще решили не навязывать. То есть Дженсен отыграл сомнительно. У него было много моментов, когда он мог что-то сделать, но он ничего не делал. Тот самый непрожатый флеш, который так сильно потом перевернул игру против Фейкера, так играть нельзя. И Cloud9 просто не были готовы к такому. Поэтому СКТ не скажу, что сильно пока порадовали. Они провели игру такую, наверное, которую от них все ожидали. Но кто меня радует, пока что это РНЖ. Без всяких сомнений, эта китайская команда выделяется намного сильнее, чем и DJ, и IMA. Потому что они абсолютно не радуют. Они скорее разочаровывают. Они сами не понимают, что они хотят делать. Их драфты не совсем сбалансированы. Они не самые лучшие. И к тому же по карте они играют не лучшим образом. Ну и естественно, мои заменители команды Origin на этом чемпионате мира – это команды из LMS. Чем дольше играть, тем они счастливее. Поэтому мы будем за ними наблюдать, смогут ли они продолжать так играть. Потому что, мне кажется, сильнейшие команды им просто не позволят так играть. И с таким стилем игры они могут выйти в плей-офф. Но дальше 1.8, 1.4 они уже не пройдут. Сегодня Китай у нас сделал 3.0. Атер уже упомянул по поводу IMA, по поводу EDG. Вообще, сравнивая уровень игры Китая-Тайвань, кроме РНЖ. Вот отбрасывая РНЖ как такую команду, которая ближе к корейскому дивизиону идет. Хотя Самсунги, наверное, чуть-чуть из него тоже выпадают. Правда, в другую сторону у них сегодня просто не пошло. В отличие от тех же китайских команд или тайваньских, которые просто не знают, что делать. Кто сейчас смотрится лучше или хуже, или так же Китай-Тайвань? В чем суть? Игра Wolves и IMA показали, что в принципе эти два региона, если отбросить топ-1 Китая, который явно выделяется сильно от двух остальных команд, по-моему, на одном уровне. Потому что вот эти вот долгие игры, которые позволяют играть китайцы, и непонятно, зачем они так растягивают и не знают, что делать в этих играх. Мне кажется, что, кстати, Тайвань и Китай одного уровня. А почему один регион настолько сильно хайпит, а другой вообще никак не считают сильными? Это странный вопрос. А Америка при этом выше, ниже, потому что TSM сегодня все-таки Самсунгов обыграли, хотя Cloud9 все-таки СКТ застомпили, причем уверенно. Мне нравится то, что каждая американская команда... Пока что мы Cloud9 не увидели, как они полноценно играют, а TSM уже что-то можно судить. Они приехали с заготовками, они приехали со стратегией. Если вчера у них не удалось ее реализовать, они не отступили от этого. Они сегодня продолжили играть точно так же, но на уровень выше с реализацией. То есть они сделали работу над ошибками и сейчас выглядит как команда, которая будет бороться действительно за плей-офф. Потому что Самсунгов они сегодня просто не почувствовали. CLG же пока неясно. То есть Stixay провел отличную игру, Huchy провел хорошую игру. Но здесь скорее G2 не были готовы начинать этот чемпионат мира, наверное, так рано. Посмотрим, что у нас будет дальше. Пока что можно судить о TSM. TSM будет грозным соперником в группе D. Давайте пройдемся немножко по матчам, разберемся, кто у нас были центральными личностями. SKT Cloud9. Главный герой матча... Фейкер. Фейкер просто потому, что ему дали преимущество, он его забрал. И он его не отпустил и вывел в игру к победе. Все очень просто. После одного убийства он так сильно засноуболил свой мидж, что потом уже его, в принципе, невозможно было остановить. А Метеос даже не то, что не предпринимал никаких возможностей, он просто не знал, что сделать, чтобы Дженсона вернуть в игру. Ну и, кстати, стоит заметить, что для Бенги все-таки дебют на чемпионате мира на этом, после перерывного такого лета. Почти он мало очень играл. Семь игр, по-моему, там что-то. Да, прошло все-таки хорошо. Он сыграл здорово, он допускал достаточно мало ошибок и переиграл сильным в итоге Метеос. Окей, Flash Wolves против Аймэй. Я думаю, здесь непросто будет выделить MVP, потому что матч был таким напряженным и достаточно нечистым, скажем так, с точки зрения ошибок. Танки все-таки. Танки здесь очень на многое повлияли. Avoidless и AmazingJ сделали действительно многое для победы. Они очень мало умирали. AmazingJ вообще ни разу не умер. Avoidless, по-моему, один раз только погиб в самом начале игры. Да, конечно же, мое уважение шляпой, которую я снимаю, Владимиру, который не собрал ничего. Мы увидели первого Зака, поэтому, пожалуй, я дам MVP Avoidless. Я с тобой согласен, но надо не забыть сказать, что в керри Аймэй сыграли очень неплохо, потому что они вообще не подставлялись. То есть все время они выходили с больше, чем 8% хп и наносили нужный урон. Я уверен, что если посмотреть график, там у Варуса было урона, наверное, 1000 за 90. Очень многое надамажило. Окей, TSM против Samsung Galaxy. Svenskeren второй день подряд. Что творит этот лесник? Ну и помимо этого в этой игре наконец-таки подключился Хаунсер. Он начал использовать своего Кенона. Ну а Бьерксон тоже. Бьерксон очень хорошо со Svenskeren вместе играл, но все ситуации, по сути, создавал именно Svenskeren. Royal Never Give Up против Splice. Тут у нас было расхождение, мы долго думали, давать ли одному человеку или всему боту. Я до сих пор придерживаюсь мнения, что надо отдавать боту, потому что что вчера УЗИ плюс Мата отлично отыгрывали, что сегодня УЗИ плюс Мата. Ну и если останавливаться на одном человеке, ну и естественно УЗИ, потому что... Это то, что судьба керри такая, что всегда забираешь МИП, и ты, если бы в бот сыграли хорошо. А ты забирал всегда МИП? Нет, я никогда его не забирал. Ну такая судьба. H2K против Ince. Это судьба плохих керри, скорее. Да-да-да, судьба хороших керри. H2K Ince. H2K Ince. У Адамны? Хаунсеру далеко, наверное, до такого понимания, как надо играть на инициативном топере, который должен прям чувствовать момент, выбирать правильную позицию, с которой он должен врываться в командное сражение. Потому что как У Адамна отыграл на Кенноне, это в разы сильнее. Давайте чуть-чуть остановимся еще на Ince. Мы как-то забыли про них упомянуть. После первой победы против команды ADG сегодняшняя игра против H2K не выглядела яркой. Что пошло не так? У Гаудкард команды есть такое, что когда ты побеждаешь хотя бы одну игру на Ворлсах, у тебя настолько уже повышается вот это вот какое-то рвение к победе. И вот какое-то желание доказать, что все-таки ты можешь выйти из группы. Они начинают делать из-за того, что они, ну как это сказать, оверэксайтед. Вот я могу только это сказать. То есть перевосхищение. Перезволновывание. И они начинают допускать такие ошибки. Также я не понял драфта Янга, героя, на котором он почти не показывал никогда себя. Почему-то не дать ему того же Гнара, когда он у всех стампил. Как который в бане. Хорошо, не Гнара, другого героя, но не Рамбла. Но насчет Инс, это касается и команды Альбус Нокс Луна. Все-таки игроки по соло скиллу на этом чемпионате мира действительно на последних позициях практически находятся. И если ты собираешься играть медленной стратегией, которая должна перестоять лейнфазу на 15 минут, допустим, то у них будут просто проблемы огромные. Отставание по фарму будет слишком большое. Что ж, и последний матч, последний матч, друзья, EDG против AHQ. Тут у нас были споры, давать ли кому-то MVP. EDG это, конечно, команда, от которой я ожидал чего-то более, чем те игры, которые мы наблюдаем. Вчера они проиграли... Только две игры мы видели, только две игры. Давай не будем спешить. Две игры под двум... По двум играм можно что-то... 2-5 против СКТ, проедутся по ним просто своим могучим пользом. Они не готовы сейчас играть, потому что у них нет никаких, ну, заготовок, у них нету хорошей макроигры. У них, ну, ужасная абсолютно по сравнению с H2K игра по вардам. То есть они совершенно не занимаются своим обзором, они не собираются играть от объектов. Они видят возможность заинициировать, они инициируют. Им тогда надо просто в каждой игре брать Севир, и тогда у них все будет работать. Мы, парни, простые, едем возможность заинициировать, мы инициируем. Но если они будут брать в каждой игре Севир, не факт то, что Deft будет разгоняться вместе с Мэйка на боте так сильно. Поэтому, я не знаю, EDG надо эту неделю уже допрожить, а к следующей неделе проводить огромную работу над ошибками. А у них, получается, на этой неделе осталась игра против H2K как раз. Ну, кстати, не выглядит как непобедимый противник для EDG. Группа простая вполне. Для такой команды, как EDG, это вообще должна была быть, как говорил Юрий Flash on the Night, изейшие 6-0, поэтому... Легчайшие 6-0. Легчайшие 6-0, прошу прощения. По чемпионам пройдемся. Нереальная доминация Синдры у нас сохранилась. Кеннон у нас более успешно, как сегодня я уже упоминал, был. Лисин, кстати, вот был момент, когда Лисина не реализовал Метеос. Давайте чуть-чуть поподробнее об этом остановимся, потому что мы видели успешных Лисинов. Что сегодня же Клейсин сделал Метеос? Сетап был такой, что есть Ирли сильный лесник, Лисин, который может проширить и сайдлайны, и мид. Но дело в том, что команда C9 взяла себе на мид Кассиопею, а на топ взяла бесконтрольного рамбла. Правильно? Да, бесконтрольного рамбла, причем и рамбл, который сильно проигрывал линию, даже несмотря на то, что он вначале пушил, потом он начал сильно отставать. И в итоге Лисин, который пытался бегать на мид, пытался бегать на топ и не получал ничего, никакого контроля на линии, чтобы как-то с этого сыграть. И даже он, несмотря на то, что бегал 2-0, он просто ничего не сделал, эти киллайн как-то получил на ошибки уже самих СКТ. А по поводу Ботвойна, на Ботвойне был Браум, но почему-то Метис вообще решил не играть через Ботвойн, хотя какие-то шансы там убить были. И помимо этого появилось у нас два новых лесника, это Зак и Скарнер. Они оба, кстати, выиграли сегодня. Ситуативные, все-таки это ситуативные лесники, мы уже вчера отмечали как раз-таки, если Элиза и Нидели находятся в бане, ну и Ориксаи не ставятся в приоритет для команды, то мы будем видеть абсолютно разных лесников, которые подбираются под сетап. Если Скарнер был в сетапе H2K, понятно почему, то есть Скарнер влетает, туда идет миазмок Асиопея, и цель хочет-не хочет, она просто умрет, и возможности выйти оттуда никак у нее не получать. Отличный кэтч сетап получил в H2K, то Зак это полноценный танк, который в ранней стадии игры может где-то подгонкать, но зачистка леса у него иногда хромает. Если он будет играть против агрессивного лесника по типу Лисина или же Элиза или же Нидели, у него будет, естественно, проблема. Просто так его взять не имеется возможности, скорее это больше блайнд пик такой. Завтра у нас третий день, а это значит, что одна из групп у нас на первой неделе заканчивается. Заканчивается у нас как раз группа D, в которой у нас играет TSM, RNG, Splice и, соответственно, Samsung Galaxy. Splice играет против TSM, RNG играет против SSG, и сейчас положение такое, 2-0 у нас у RNG, TSM идут со счетом 1-1, как и Samsung Galaxy, у Splice 0-2. Какие вообще варианты могут быть в этой группе наиболее вероятные? С чем мы можем закончить неделю в группе D как раз? Ну, RNG закончат эту неделю, по моему мнению, со счетом 3-0, потому что Samsung сейчас, ну, непонятная команда абсолютно. У них была одна очень хорошая игра, другая очень плохая. Да, они предпочитают играть тоже достаточно аркадно, но, тем не менее, RNG сейчас, по моему мнению, выглядят слишком сильной командой, чтобы Samsung их обыграли. Но точно так же, как и Splice, это команда третьего сида, которая против TSM тоже не сможет ничего показать. То есть у нас четкое распределение в группе D, 3-0 RNG, 2-1 TSM, завтра должно быть по плану, если все должно пройти, как положено, по сидингу, по нынешнему уровню игры. TSM второе место, третье место, соответственно, у Samsung Galaxy, и четвертое у Splice. Ну, таких прогнозов было много, но мало кто прям уверенно был готов говорить, что RNG топ-1, и что... То есть те, кто обычно верят в Азию... Там странная ситуация, потому что и DG перекатили RNG, ну, в этом сезоне, при этом мы сейчас видим, как и DG играет, и как RNG. Я просто не понимаю, как эти две команды настолько разно провели один месяц подготовки к чемпионату мира, потому что сейчас... Значит, это вина тренера, не вина тренера, а ошибка тренера тренировочного процесса, может быть, буткемпа, если у них он был, не знаю, был. А они все, конечно, буткемпы, естественно. Ну, значит, это ошибка именно тренировочного процесса, а не какого-то... Никто там не думает, из этих игроков стало намного хуже играть индивидуально, или они как-то начали по-другому играть. Просто подошли, либо... Камерлав как был в прошлом году одним из лучших личников мира. Да, так и остался. Так и остался. Поэтому, я думаю, что... Сегодня-то MVP он получил, получил. Наша, да. От нас. Поэтому, да, я думаю, что это может быть как-то неправильная подготовка именно к индивидуальным соперникам. Может, они не на то ставят упор и тому подобное. Будем смотреть на EDG, но пока они выглядят очень слабо. Что ж, друзья, завтрашний список матчей. Силы же Альбус Нокс начинают и... У-у-у-у, но сложный матч, да, для прогноза. Я очень надеюсь, что сегодняшний день Эйнексы провели с работой над ошибками и плодотворно. То есть, они нам должны показать что-нибудь... Ну, точнее, не что-нибудь новенькое, они должны показать свою игру. И не заигрываться, как они это делали в матче против Rock Stikers. Они здорово захватили преимущество, но не смогли его закрепить. Завтра против CLG надо играть так, как, наверное, мы привыкли, что Эйнексы могут играть. То есть, они могут создать конкуренцию и против CLG, и против G2. В игре против Rock Stikers мы это увидели. На кого ставите? Я думаю, что если Эйнексы должны выиграть, то именно вот эту первую игру против CLG. Я, наверное, поставлю на них. Я думаю, что против G2 у них больше шансов, все-таки, чем против CLG. Поэтому завтра я ставлю на Эйнекс. All right. Ты же именно это хотел услышать. Я вообще ничего не хотел услышать. Я хотел ваше мнение услышать в первую очередь. А ты на кого ставишь? Я завтра поставлю на CLG, наверное. Но я не знаю. Мне кажется... Это зависит точность. Мне кажется, дело не в том, что просто пошло не пошло. Сами Rock Stikers создали, в том числе, условия, которые позволили команде Альбус ног разогнаться. Я не сказал бы, что CLG была командой, которая реально должна была проигрывать вайлдкарду. Вот если бы у меня не было патриотических чувств к Альбус ног, я бы не сказал, что CLG по первому дню та команда, которая должна проигрывать вайлдкарду. Ну, если честно. Потому что G2 выглядели как команда, которая проигрывает вайлдкарду. Например, IMA выглядели пока что так. В HQ выглядят так, что могут проиграть вайлдкарду. CLG не выглядели так. Поэтому, ну, хотелось бы верить, что ребята смогут схватить. То есть просто как бы условия победы, очень узенькое окошко есть, да, надо, чтобы у стажера пошло, надо, чтобы у ликрита пошло, надо, чтобы все остальные соло лейны, и главное, чтобы Миракл, то есть чтобы они отыграли так, как вот они играют против равных себе противников. Потому что дело-то не только в механическом скиле, дело в том, что они пропускают крипов, смур входит по эквалайзеру, Кира не прожимает лужи, ну, то есть такие очень грубые. Ну, я не просто так тоже завтра ставлю на индекс, потому что это лучшая возможность, при которой стажер играет против Эксмити, это для него хороший матч-ап в лесу. Мы так думаем, по крайней мере. Ну, я так думаю. Просто Эксмити провел месяц на буткемпе с Рейн Овером, это сказывается, это видно было по первому дню. Это сказывается, тем не менее, и стажер против Роксов очень хорошую игру провел. Монте-Кристо, кстати, отметил то, что, возможно, в следующем году мы увидим стажера Волцесси. И, тем не менее, Кири придется играть против Хухи, и Хухи это не тот мидер, который так сильно прессует своего оппонента. Соло нет. Это хорошо, очень. Как может Монте-Кристо знать, кто будет в следующем зоне Волцесси, если он точно там не будет? Ну, он отметил, что может быть. Да, может быть. На самом деле, да. При этом продолжает все матч G2-Rox. Я думаю, что это может быть не матч дня завтра, только если вдруг G2 не выиграют. Если вдруг G2 не проснутся. Я знаю, как G2 могут играть. И я наблюдал за ними на европейском Волцесси. Я знаю, какой у них стиль игры примерный. Если Беркс, наконец-таки, выспится, если он заиграет так, как он может играть, он все-таки сильнейший мидер на протяжении двух сезонов, летнего и весеннего, был в Европе. И пока что он не показывает тот уровень игры. Его синдра была на турнире самая слабая. Он не попадал скиллами, он не знал, как на ней правильно отыгрывать. И если G2 соберутся, то вот та самая игра Трика плюс Беркса будет не слабее, чем Свинс Керена плюс Беркса. Он на синдре как раз выглядел так, как будто он реально не выспался, потому что такие ошибки, именно просто микро ошибки. То есть промазывал абсолютно всем. Видно было, что что-то ему мешает играть. Теперь у меня, опять-таки, я хочу, чтобы вы сдали свой прогноз на матч, потому что он не простой. Флэш Вулс против Клауд Найн. Клауд Найн. Клауд Найн. Да? Так просто? Я думал, может, кто-то из вас... Не-не-не, в любом противостоянии ЛМС против другой команды я буду голосовать против ЛМС. Окей. Сейчас будет интересно. Аймэй против СКТ. Четвертая игра завтра. Друзья, давайте еще раз пройдемся. Там Сплайс против TSM, РНГ против Samsung Galaxy, мы говорили. CLG, Алибус Нокс первая игра. G2 против Рокс вторая. Флэш Вулс и Клауд Найн третья. Аймэй СКТ четвертая. Сплайс против ТСМ пятая. И РНГ против ССГ шестая. Есть ощущение, что кроме группы А, если честно, завтра и смотреть в плане интриги не особо есть на что, если вдруг не случатся сюрпризы. Потому что пока что самое интересное у нас группа С оказывается. Здесь есть некоторые вопросы насчет того, что проснутся ли Клауд Найн, покажут ли они ту игру, с которой играли в плей-оффах. Поэтому матч против Флэш Вулс достаточно важный у них завтра будет. И учитывая то, что Флэш Вулс проиграли Аймэем, Клауд Найн, если проиграют еще и Флэш Вулсом, они имеют шанс закончить первую неделю в плачевном положении. Потому что в дальнейшем у них игра против Аймэя останется, но тем не менее Аймэй не та команда, которую невозможно переиграть для Клауд Найн будет в любом случае. По первому дню выглядит, кстати, что в группе Б СКТ должны играть минимум 5-1, максимум 6-0. По первому дню выглядит так, что СКТ должны играть 6-0. Ну да, можно там одну какую-нибудь... Ну загадывай тебе наперед. Это все-таки сейчас уровень конкуренции намного выше, чем, допустим, на чемпионате мира прошлого года, когда ты приезжаешь на чемпионат мира, когда весь год команды свапали. И ты понимаешь, что спустя месяц после их плей-оффов умеют свапать только две команды. Бэйн Гейминг и СКТ-1. Это было очень странно, допустим, для меня. Ну, в этом году обыгрывать китайцев могут только корейцы и инцы. Что ж, друзья, на этом у нас на сегодня все. Увидимся завтра. Большое спасибо, что вы нас смотрели. Пока.